Здравствуйте, мои дорогие фолловеры! Опять с вами я, Мася, чтобы вы не забыли. И сегодня у нас просто потрясающий, потрясающий гость, которого я очень долго упрашивала и наконец-то уломала, чтобы он нашел время и пришел к нам. Сегодня у нас в гостях Феликс Вишневицкий! Аплодисменты! Ой, мася, аплодисменты. Фелик, спасибо большое, что вы пришли к нам. Вам спасибо, что пригласили, я очень рад. У меня куча вопросов, у меня огромное-огромное количество вопросов. Я не знаю, как мы сможем это все вместить в наш формат, но мы попробуем. Давайте. Вы будете для меня самый интересный собеседник. Ой, а все обидятся. Мне все равно, кто обидится. Какие-то ботаны приходили и непонятно на какие-то темы мы разговаривали. Сейчас наконец-то тема, которая мне интересна и, думаю, вам будет очень интересно тоже. Сегодня мы попытаемся узнать какие-нибудь секретики, какие-нибудь сплетни. Моментики. Да, моментики из жизни наших звезд. Ну что, давайте сделаем так. Давай. Сначала, представьте немножечко. Все вас знают, светский хроникер, конечно же, журналист. Ну, добавьте еще что-нибудь туда. Регалии какие-нибудь. Ой, не хочу, никакие регалии не хочу, я человек скромный. Просто Фелик Вишневецкий. Фелик Вишневецкий, что ли? Журналист. Больше ничего не нужно. Фелик Вишневецкий, извиняюсь, Вишневецкий, да? Кстати, у меня постоянно путают фамилию. Путают? Да. Ну, что поделать, да? У вас очень сложная фамилия, я вам скажу. Есть такая моя. Давайте как раз с этого и начнем. Так. Какое-то у вас иностранное, интересное имя. Скажите, это псевдоним какой-то сценический? Нет, нет, нет. Все этим интересуются, говорят, что это выдуманное все дальше. Я вам могу показать в этом. Вя Сигян, она в куртке. Мне назвали сейчас Дедушки. Да, 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 да. Давайте рассказывайте. Это значит, он поляк. Это имя с латинского переводится как Счастливый. Счастливый? Вот как бы от Феличи идет все вот это туда-сюда. А я-то думала, Вишневка на торте. Нет, ну это само собой. Да, да, да. А фамилия, это польская фамилия. Все почему-то думают, что у меня еврейские корни. Но это не так. Да, потому что Феликс. Ну, вот так. Нет, потому что Цки. А, окей. Господи, сколько там всего намешано. Да, да, да. Значит, у вас есть полякская кровь, как говорится. Да, русская. Русская. Ага. Азербайджанская? Нет. Нет. Хорошо. Но я собою говорю на азербайджанском. Говорите? Конечно. Мене, это Тестеведия. Эли. Нет, сейчас здесь. Эйла. Все, он говорит. Отлично. Я вас обожаю, Майя. Я вас тоже. Я вас тоже. Здорово. Хорошо. Значит, скажите тогда, вы родились, немножко расскажите. Ну, я родился в Баку, вырос в Баку, в центре города. Ага. Я очень в Баку. И когда я куда-то выезжаю, я через 10 дней начинаю со стерей, как я хочу вернуться в город. А, я как раз хотела спросить, не думали ли вы уехать куда-нибудь? Никогда. 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 Никогда и не думать. Что за люди? Честно говоря, я немножко не понимаю. Почему? А, ну, почему, хочется ведь выбраться антиму, да. А, так зачем выбираться, какое ужасное слово. Знаете, из какого-нибудь, Майся, вот я, мне уже очень много лет, чтобы начинать что-то с нуля, туда сказать, что никогда не поздно и так далее. Да что вы говорите? Ну, сколько вам лет? Вы вообще не скажете, чтобы вы шел. Ну, и вот и хорошо, да. Вот и хорошо. Как бы, знаете, как молодость уходит, если еще не ушла, но начинать что-то мне не хочется, я не готов к переменам. И я за стабильность. И зачем мне уйти в Баку, который я люблю, где я состоялся, ну, не совсем так, как мне хочется, может, еще что-то впереди меня ждет интересное. Я люблю Баку, я не смогу без Баку жить. Да, вы знаете, тут мне в ушко говорят, чтобы я у вас спросила, говорят, многие люди уезжают не из-за того, что им плохо жить где-то, а из-за того, что у них нету возможности, вот как вы сказали, состояться. Так, глупости. То есть не бывает возможности дальше работать, креативничать, что-то такое сделать там, где они живут. Поэтому они не уезжают. О, это все выдуманные такие моменты, каждый придумывает себе какую-то такую легенду, ой, тут меня не понимают туда-сюда, ну, не понимают, продвигайся дальше, тем более сейчас, когда открыты такие возможности к социальной сети. Правильно, надо идти вот так, в лампу. На пролом, конечно. И так, значит, вы родились в Баку, жили в центре, как вы уже сказали. Да, и сейчас живу в центре. И сейчас живете в центре. Продолжаете в центре. Но мы счастливчик. Вот. И на метро не едет, наверное. Ежем, конечно, ежем. Да? Я считаю, что метро это очень, совсем как все. А я что, я тоже обычный гражданин. Я очень люблю метро в том плане, что нет пробок, садишься, вышел, через 15 минут планируешь вот этот тайминг, модное слово, какой стайминг. Это очень круто. Да. Пользуйтесь метро, это очень удобно. Да. И будете говорить, как в Нью-Йорке я пользуюсь метро. Да, ну, без кофе. Без кофе. Да. Да, без кофе. А с кофе туда не разрешают? По-моему, нет. Ну, и с кофе неудобно в метро. Да. Как-то так, да. Хорошо. Скажите, что вы окончили вообще? Сейчас расскажу. Вот это все. Значит, я учился в 133 школе. Она прямо напротив моего дома. Все отлично. У меня были пятерки. По физике была троечка. Химия тоже не моя. А пятерка откуда? Ну, пятерка по всем другим предметам. Да. Значит, первый год я поступал в Азии. Родители хотели, чтобы я учился в этой нефти, все такое, все. Но не поступил. Ага. Это была трагедия в вашей жизни? Нет, для меня нет. А полную музыку не делали? Нет, как хотите. Хорошо. Это не трагедия. Это просто жизнь. Да. А второй год я готовился в третью группу. Я очень хотела поступить в факультет журналистики. Да? Аллын Маде. Тоже не хватило? Да, мне не хватило 4 балла, но я был первым. 4 балла? 4 балла. Господи, кто-нибудь не мог нам 4 балла туда приписать какой-то? Тогда не было таких знакомств, как сейчас. Ой, господи боже, 4 балла. Представляете? И, значит, у меня было 396 баллов. Нужно было 400. Проходный балл на журналистику в том году. Я стал студентом БГУ, факультет регионоведения, Кавказ. Да. И, значит, мы были первой группой в стране, 001, который вообще это был первый факультет тогда открылся. И вот так вот. Ну и как? Вы наверняка изучили Кавказ вдоль и поднём? Конечно. Конечно, да. Но самое интересное, что так получилось, что защищался я на тему Древней Руси. Это вообще очень оригинально. Это Древняя Русь. Да, 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 да. Элиена, резиня, Кавказ и Древняя Русь. Как-то так получилось и всё. Но я ни дня не работала по своей специальности. А, не работали? Нет. Господи. И, подождите, тогда выходит, что вы не профессионал своего дела. Вы представляете? Мать, а так не говорят, профессионал своего дела. Беляйтесь бы, ну. Не, профессионал уже, да, профессионал. А, да, ну хорошо. Не хватало того, чтобы приходили ко мне и ещё ругали, как я разговаривала. Нет, 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 нет. Индимин, индимин. Вы что, ни в коем случае. Буду кальтабляртис. Как вот вас взяли на работу, если у вас нету диплома журналиста, вы какой-то регионовед. Представляете? Какой-то, какой-то. Это ужас. Значит, как меня взяли в журналисты? Расскажите, это очень интересно. Сейчас я расскажу. Это реально очень интересная история, которая поменяла мою жизнь в корне. Мне всегда, когда я был школьником, студентом, мне всегда хотелось быть вот по ту сторону. Вот именно там, где я сейчас нахожусь. Да, да. Вот я видела все эти презентации и так далее, и так далее, и так далее. И думаю, что я хочу быть частью этого. И так получилось. Тогда был очень популярный форум, ДАЯС форум. Да, да. Я слышала, что так было. Да, да, да. ДАЯС, это был, тогда не было ни социальных сетей, ничего не это, ДАЯС это было просто бомба, пушка. И я там писала на тему шоу-бизнеса, не статьи это были, а просто комментарии. У меня был не безработный. Я тогда была без работы, после школы, после университета. Меня заметили ребята, с которыми мы дружим по сегодняшний день, которым я очень благодарен. Это Ирус Фатеев, это Георгин Гурбанова и Турал Асадов. В общем, никого не знаю, наверное, не интересные люди. Да, очень крутые. О чем вы говорите? Ну, я не знаю. Погублите. Имя погублите или же посмотрите в этом. Напрасно. Чтобы я один день что-то узнала, мне космос послать не надо. Ну, знание – это сила. Да, я получаю от космоса знания, мне не нужен гугл. Хорошо, окей. Значит, они меня увидели, как я пишу, и пригласили в свою команду, тогда был на канале Лидер, Лидер продакшн. И я начинала сначала, я помогала как бы собирать сюжеты, ходила за кассетами и так далее, и так далее. Я даже расскажу вам одну историю, мне почему-то ее постоянно Анна Рогакишиев подкалывает, но я горжусь. У нас, значит, у нас был этаж, на котором было три комнаты. Наша комната, где мы были с Гильгином, вторая, и большая, огромная комната, вторая, где тогда снимали шоу. У Файка Агаева было шоу, у Рои было шоу. Мы, кстати, с Роей познакомились в лифте 14 лет назад. Да, это очень смешно. Вы бы я с ней тоже познакомились в лифте. Да, познакомились обязательно. И пригласил бы Роя. Да, я думаю, что она согласится. Вайп у вас будет потрясающий. Мне кажется, да. Роя, приходи ко мне. Обязательно, Роя, обязательно. Да. Значит, я всегда ходила за чайником, у них был чайник электрический, потому что это звезды, и все. А в нашей комнате не было электрического чайника. Я всегда ходила за чаем, я набирала чай, приносила, все, и мне как-то сегодня говорят, а, мы помним, все. Я говорю, скажем, своим днем, кажешь, своей секундой, прожитой, пережитой, и все, мне нечем стыдиться. Не, ну почему ты думаешь, это вот ты, чайник, чайник. Ну и что, чайник, чайник. Ну, вы знаете, я когда была в Америке, мне сделали тур во все эти телевидения. Вот ты устраиваешься туда бесплатно, называется пейджи. Вы просто бесплатно работаете, именно вот делаете всю эту важную работу. Это потрясающий опыт. Да, и потом из них уже выбирают тех, которые будут подниматься, и раньше я вот так работаю. Ну вот так и получилось. Жалко, да, просто я очень такая крутая, чтобы начинать как пей работать. Само собой. Ждут только, чтобы меня пригласили на какое-то телевидение, на передачу. А, круто. Чтобы я была ведущая, ведущая. А мне кажется, что у вас шикарно пошел бы, не ведущая. Зачем вам быть ведущей, вам нужно стать стендапером. Стендапером? Я не понимаю, я ведь ничего комедийного не делаю. Ничего страшного, сделаете тебе какие-то заметки. Серьезные. А, серьезные? Конечно, я хотела бы быть познером нашего азербайджанского телевидения. Ну, посмотрим. В принципе, у мать все получается на телевидении. Достаточно обо мне, переходим. Да, значит, потом так получилось, что мы работали, кстати, в одной команде с Гараганом. Гараган – это мега популярный рэпер. Я, честно говоря, когда с ним познакомилась, я не знала, что это он. Мне так стыдно потом было. Мы работали с ним в одной команде, он собрал сюжеты. Нет, нет, я и нагрубили, это антонимы. Очень хороший мальчик. Потом так получилось, что он ушел, и я как бы пришел на его место, стал теперь делать сюжеты. Я помню потрясающий сюжет, я себя не хвалю ни в коем случае. О группе Киарван. Это было очень интересно. Мы сделали сюжет о Томиле Агамиевой из группы Киарван и так далее, так далее. Там была очень интересная цепочка, я не помню, как он точно назывался. Куда ушел Киарван, по-моему, так. Мы делали очень много интересных моментиков, сюжетов. Это была передача схожая с «История в деталях». Она называлась «Сяксимарах». К сожалению, тогда Ютуба не было. Мы застали то время, когда не было Ютуб, селфи-камеры и все такое. Я не могу. Представляете, все, ушло, кануло в лету. Нет всего этого. Да, да, да. Вот так получилось, но это было недолго. Потом я опять стала безработной. Ага. Конечно, конечно. Да, да, да. Поэтому интересный собеседник. Вы можете его тоже пригласить. Да. Я всех приглашаю, никто не идет вообще. Не может быть. Да. Кто вам отказал, скажите, я позвоню, поговорю. Не знаю. Нужно у моих редакторов в списке узнать, кому они уже звонили. Хорошо. Но мы так рады, что вы пришли. Сейчас у нас есть Хадочек. Хадочек. Отлично. Сегодня, наверное, самый счастливый день. Мася, клянусь. Мася, все остальные гости обидятся. Ой. Думаете, они смотрят? А, думаете, не смотрят? Да, нет. Да, да, да. Они такие, да, нос вот такой. Они говорят, мы ничего не будем делать. Да, ну, кстати, у нас в шоу-бизнесе много таких. Да. Только себя и смотрят. Поэтому я все говорю, все хочу, все хочу, говорю. Все хочу, говорю. Да. И потом так получилось, что я начал делать сюжеты, все это было недолгим. А, я к Мурадариеву хочу вернуться. Мурадариев тогда открылся сайт, все снисас. Все снисас Мася читает, я уверен. Да. Да. Сказать, что я читаю? Конечно. Конечно, читаю. Конечно, читаю, да. Да. И, значит, ну, конечно, Мася считает Космо Эль Татлер. Обязательно. Обязательно. Так, да. Значит, этот, Мурадариев посоветовал меня Семур Закаряеву. Семур Закаряев тогда возглавлял там отдел шоу-бизнеса. Я пришел, я работал, моя первая зарплата в First News была 80 монат. Тогда доллар был 0,78. В где? Как вам заработать? Нет. Что? Нет. К сожалению, я не зарабатываю таких денег. Боже мой. Это месяц? Это что за заработка? Да, но это было давно. Это было лет 13 назад. Сколько сейчас зарабатывают? Зарабатывают. А, где они платят людям? У нас немножко по-другому. Мы же не американцы. Да? Это даже не душно американцы, да? Я вот в жизни не работала, правда, да? У меня откуда эти деньги вообще у меня находилось всегда. Вот. Поэтому я просто не знаю, как люди работают. Да. Значит, и потом, как-то так получилось, меня взяли в штат. Спасибо Семур Закаряеву, хочу сказать. Спасибо Динелле Гасановой, которая была первым редактором First News Большое спасибо Рахману Гаджиеву. Эти все люди меня поддерживали и за поддержку. Знаете, в какой плане поддерживали? Никогда вот в моей работе не вмешивались. Вот как-то не давили на меня ничего. Да. И как-то все пошло, потекло. Вот так вот. Я сейчас даю вам интервью. Подожди, мне надо их тоже благодарить, этих людей. Я никого не знаю. Какой-то там… Нет, ну это моя благодарность. А, хорошо, я могу. То есть я просто думала, если они такие высокие люди с высоким, на высоких положениях. Ну, Семур вы видели недавно. Да. Я просто его помню, не помню. Да, да, да. Все, 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 все. Отлично, отлично. Здорово. И вот там я уже на протяжении 13 лет. Да. Я за стабильность, я работаю, мне нравится и все. Но я сейчас немножечко отошел от шоу-бизнеса, потому что во время пандемии шоу-бизнес умер. И я стала писать про общество. Вы представляете, я пишу про криминал, про вакцинацию, про коронавирус и так далее, так далее. Я сам себя не узнаю, но пишу, это моя работа. Коронавирус и пандемия открыли какие-то другие интересы. Представляете, раскрыли мои чакры творческие. Да. Все чакры раскрыты. Да. И гештальты закрыты. Да, 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 они самые. Да. Ой, очень интересно. Оказывается, Феликс наш, он, значит, консерватор, как говорится. Так. Он любит. 13 лет делает одну и ту же работу. Какая же работа должна быть? Ну, я не скажу, что я консерватор ни в коем случае. Нет. Мне это слово не нравится. Скорее я за стабильность. Я больше, даже не знаю, как правильно слово это. Вот мне нравится моя стабильность. Нет. Нет. Я просто путаю слова. Законсервировался. Да. Такой момент. Вы знаете, что я человек, боящийся перемен. Боящийся перемен? Да вы что? И вы это говорите? Да, конечно. Я открыто говорю. Да. Потому что есть люди, которые говорят, я не могу жить без перемен. Мне нужны перемены. Вы знаете, как у меня есть друзья, которые могут поработать на работе неделю, потом повернуться, уйти. Ну, что он там не нравится там что-то. Потом работать где-то месяц. Я, когда вижу эти трудовые книжки. Да. Мне хочется сфотографировать, показать. Да. Я не могу такое себе представить. Открываете трудовую книжку и оттуда рулон как туалетный будет. Да, да, да. И я просто думаю, что ну как так, да. Все-таки стабильность во многом говорит о человеке. Многое говорит о человеке. И она здесь в хорошем плане. Сейчас я буду такие серьезные вопросики спрашивать. Поэтому вы должны положить руку на чесночок наш. Сдовольствие. Или сказать, я обещаю, торжественно, клянусь, говорить только право. И раскрыть все секретики шоу-бизнеса. Да, с удовольствием. Спасибо большое. В принципе раскрывать нечего, и так все все знают, но давайте. Итак, пока значит на чесночке поклялись, сейчас я буду разливать чай. Надеюсь это самый дорогой чаек в городе Баку, потому что мы этого достойны. Не знаю, жасминовый, с каких-то гор Эдельвейс. Не знаю. Но нет. Оказывается нет. Вы не поверите, куда эта сволочь Машала нас привел сегодня с таким дорогим гостем. Нет, мы не сидим в каком-то супер дорогучем кафешке. Это не так. Мы сидим в какой-то анти-кафешке. Что это такое вообще анти-кафе? Я в шоке. Я первый раз пришла такая. Во-первых, полный квест, пока ты найдешь это место. Это что есть, то есть. Не знаешь куда заходить, что делать, закрыто за семью замками. А потом приходишь в какая-то старенькая квартира. Тут тебе ничего не дают. Вообще ничего. Нету никаких официантов. Ты идешь в их кухню и тебе говорят, бери что хочешь. И там какие-то печенюшки, вазельки какие-то и какой-то чай. И все. А что вы ждали? Ну я ждала, что сейчас придут 35. Дом Криньон? Конечно. 35 официантов будут прислуживать нам, накроют тут стол и все такое. Какая Масика Призуля. Да? Ну надо так делать. Мы ведь звезды, и вы, и я. Не, ну знаете, звезды в нашей стране, мне кажется, всего две звезды. Это один ханом. Да. Наша Зима. Ира и я. В смысле вот звезды, когда говорят, вот эти люди у меня в уме. Мася, ну не вы, не я. Мы не звезды, не звездочки и даже не звездульки. Не, я думаю, мы сейчас поссоримся. Я просто хозяйка звезда. Это другой момент. Айгин Роя и Мася. Ну это было бы круто. Да, да, да. Надо так сделать. И я вас умоляю, напишите какую-нибудь статью, чтобы это кафе закрыли, везде позакрывали. Потому что это некрасиво. Это нельзя называть кафе. Потому что это неплохо. Ну для молодежи это очень интересно. Это же здорово. Молодежь сошла с ума. Давайте как раз об этом и поговорим. Меня интересует ваше мнение. Так. Что вы думаете о нашей молодежи, сумасшедшей, основном те, которые проводят все свое время на социальных сетях? Да. Ну знаете, я так бы не обобщала, что все проводят все свое время в социальных сетях. Почему-то сложился стереотип такой, что молодежь это оторви и брось. Но это далеко не так. Когда говорят, что молодежь не читает, все это вранье. Все читают. Был один период, когда не было книг, каком плане было переводов и так далее, и так далее. А могли читать только те, кто знает русский язык и хорошо знает английский. Сейчас все книги выходят, все новинки, начиная от Джоджа Мой, заканчивая Дэн Брауном, выходят на русском, английском, турецком. Нужно читать не только космополикам. Хорошо, я вас не могу. Все выходят на всех языках и люди читают. Просто посмотрите, как выглядит стильно наша молодежь. Да. Да, вот элементарно в этом районе, пройдитесь по всем кафешкам и посмотрите, какие интересные люди. А то, что я, да, мне уже много лет, мне будет 39. У меня мог бы быть ребенок возраста такого, как молодежь. Да, да. Я молодежью доволен, потому что молодежь, опять-таки, нельзя обобщать все. Есть, конечно, есть кто-то, кто просто прожигает свою жизнь, непонятно чем занимается. А есть люди, которые, сколько у нас выходят на сайте статей, когда тот или иной студент, абитуриент пробился за рубеж, учится сам, без тапша и так далее, и так далее. Есть такие? Конечно. Читайте First News. Это все знания. Мне нравится, что в каком-то определенном кругу, в каком-то определенной, я даже не знаю, сказать, это субкультура или что, но знания стали модными. Это здорово. Знания стали модными? Машалом, мы опоздали. Представляете? Все, давайте так, да, вы мне будете писать, какие книжки читать. Хорошо. Я вижу, вы все знали. Я потом буду выставлять у себя это. Окей. Я вообще считаю, знаете, с каком-нибудь. Потому что обязательно мать должна прочитать 40 правил любви или в шафак. Хорошо. А можно, чтобы мне кто-нибудь его прочитал? Ну, возьмите аудиокнигу. Аудиокнигу. Это потрясающе. Вообще забыл. Так, вы знаете так, подождите, подождите. Мы про молодежь как-то ушли далеко, да. То есть вы говорите, что у нас… Как вы знаете, с каком-нибудь, что мне не то, что неудобно говорить про молодежь, что-то негативное или наоборот что-то хорошее, потому что все-таки я человек, ну вроде бы тоже еще немножко молодой, я не могу критиковать. Ага. Да? Да. Потому что я не могу критиковать молодежи, потому что я сама молодежь, мне 18,5 лет, да. Вот. Ну я вам скажу, среди… Ну я так перебиваю, мастер, сори, это моя профессиональная идея, я постоянно перебиваю. Я не только в молодежи, а вообще в целом пытаюсь видеть во всех и во всем больше плюсов, чем минусов. Позитивный человек. Конечно. Не вся ведь наша молодежь такая умная читать только делает, что книги и так далее. Мы ведь видим вообще, что тут происходит у нас иногда на соцсетях и какие-то сумасшедшие люди вообще ничего не понимают. Есть, есть. Комментарии пишут какие-то ужасные. Есть, я согласен. Вот это вы считаете нормальным? Да, я согласен. Нет, я конечно считаю, что это неправильно. А как бы вот этот момент нормальные и ненормальные люди все-таки это очень щепетильно. Я никого не могу сказать, что вот этот нормальный, а этот ненормальный. Это неправильно. Жака. Это мое мнение. Жака. Я попыталась, чтобы он кого-нибудь оскорбил. Нет, нет. Но я считаю, что вот вы говорили о том, что в соцсетях происходит и так далее, и так далее. Все-таки все идет из семьи. Корни нужно искать не в обществе, а в семье. Вот. Я с вами согласна. Воспитание. Я с вами согласна. И я сейчас скажу почему. Значит, постоянные нападки этих людей на меня и моих подружек-блогеров в том, что вы делаете, вы несете мракобесие нашим детям. Даже так? Да. Ну какие-то вещи говорят, что вы своим примером должны быть моральной картинкой, чего-то. Такие вещи говорят, я не понимаю. Вот как вы думаете, они правы? Я думаю, они не правы. Я не должна воспитывать ваших детей. Я согласна. Вы сами должны воспитывать своих детей. Я согласна. Вот картинкой, примером и всем для остальных должны быть родители. Да. Я согласна. У нас у всех были какие-то кумиры в детстве и все так. Ну чтобы следовать, подражать. Нет. Вот то, что видится в семье, это как бы переносится на ребенка так или иначе. И потому что как бы винить блогеров о том, что ребенок не читает там или снимает какие-то непонятные видео в тикток, здесь виноваты родители. Да. Я тоже так думаю. Вот. И не надо винить меня в том, что я говорю все время про любовника своего и так далее и пропагандирую такие отношения. Какие такие? Что хочу, делаю. Ну что, ну вот такие, да, у меня есть молодой человек, который в данный момент женат. Ну вы знаете, вот любовник, все-таки любовник это от слова любовь. Это не молодой человек, ну что ты женатый, ну так получилось. Это любимый человек. Любимый старый человек. Да. Хорошо. Богатый? Ну конечно, Зай вы не знаете, это все, вот это все команда, все это за его счет. Отлично. Все это делаем, но он проверяет денежки и мне много Зай большой привет. Да. Вот так. Зай большой привет. Дай денег, Зай, не будь жмотом. Я хочу, чтобы вы мне сказали, вот так, да, для нас как бы сделали маленький обзорчик, что в нашем шоу-бизнесе, ну вот светской жизни работает и что на данный момент не работает. У нас всегда хорошо работают свадьбы. Свадьбы. Да. Как бы знаете, есть какой момент, что многие критикуют, что свадьбы, дальше свадьб мы не пошли и так далее, и так далее, и так далее. В свое время Бриллиант Анна Дадашева сказала очень хорошую вещь в эфире и в беседе со мной я не помню этот момент. Бриллиант Анна сказала, что свадьба – это большой опыт. Да. Реально, конечно. И знаете, в первую очередь это опыт для артиста общения с публикой. Он должен чувствовать публику. Да. Многие выходят, поют. Я не буду называть имен. Периодически я бываю на свадьбе. Есть артисты, которые возомнили себя непонятно кем, непонятно чем. Но они когда выходят, никто не встает. Да. Они поют для себя, поют. Да. К сожалению. Поют беру детства. Ну зато, как вы сказали, нос вот так вот. Значит, свадьбы это рулит всегда. Но мне что нравится, что сейчас сформировалась определенная категория исполнителей, которые делают совершенно другую музыку. Такую? Да. Ну даже те, которые поют на свадьбах, я никак не принижаю, не занижаю, ничего нет. Это эстрадники в целом, по большому счету. Они делают эстраду, всегда делали и поют, есть очень хорошие треки. А есть молодежь, которая делает модную музыку, но, к сожалению, она не востребована. Я буду говорить открыто. Их не призовут на мероприятия, они не являются, денежные мероприятия, они не являются лицами каких-то компаний, рекламных, за очень редким исключением. И как бы кто говорит, Мася, я открою секрет. Да. Открывайте секрет, наконец-то. Если вам что-то скажет из наших исполнителей, что он зарабатывает на стриминге, его песни качаются с iTunes, и он зарабатывает это, не верьте. Это не работает? Не верьте, нет. Как-то это у нас не приносит. Вот Хамали Наваи, знает Мася, наверное, это. Конечно, ну конечно. Да, они, когда в период карантина не было гастролей, ничего, они зарабатывали просто на скачках по 5 миллионов рублей. Я не знаю, сколько это в монатах, но 5 миллионов это уже большая сумма. Да, да, лимончик. У нас таких цифр нет, именно по стримингу. Но, но, мне нравится, что стали делать новый саунд, новое звучание. Ага. Мне очень нравится His. Да. Вы слышите His? Я еще не слышала, нет. Потрясающая девочка, мне нравится, что вот она, эта девочка из соседнего подъезда. Наша девочка из соседнего подъезда? Да, да, да. Вот из этого подъезда? Ну, возможно. Очень крутая, мне очень нравится. Мне очень нравится, безумно, Айсель. А, вот про Айсель я знаю, да. Она мне очень нравится. Я сейчас скажу, да, я сейчас скажу, что Айсель самая красивая. Да вы что? Да. Как вы можете такое говорить? Ну, ну что поделать. Как вы можете такое говорить? Айсель, я самая красивая, Айсель, ну вы вообще, вы правдород какой-то, я вам скажу, ну куда Айсель, куда я? Айсель, мне кажется, все-таки недооценивает себя, Айсель большой музыкант, она большой музыкант, она потрясающая, она сделала для Асева Аликверзаде, А Асева Аликверзаде это величина, огромная творческая величина, как по-английски будет величина? Откуда я знаю? Да, вот, значит, вот видите, как бывает, она меня тестит на азербайджанском. Не знаю, гигант, джай, джайант, не знаю, гигант какой-то. Айсель сделала в свое время для Асева нового альбома потрясающую оркестровку для Тропой Грома, Илдер Млэй Йоу Ларла, если вы не слышите, обязательно послушайте. Хорошо, Илдер Млэй Йоу Ларла, хорошо, Йоу Ларла, да, 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 это тот самый, да, да, и у Айселя очень хорошие треки, мне очень нравится то, что она делает, и главное не останавливаться. Окей, мне тоже не нравится. Да, еще знаете, кого я похвалю? Я похвалюсь Амру. Немножко у меня настроение испортилось. Почему? Ну, я могу что сказать, во-первых, пьярит каких-то девушек здесь, говорят, что я не самая красивая. Нет, ну там сотни тысяч подписчиков в Инстаграме и так далее, да, конечно. Хорошо, редактор, говорите. Пусть ваша аудитория знает, может они не знают. Редактор, говорю, хорошо, я сейчас держу весь этот гнев в себе, потому что я профессионал, не своего дела. Молодец. И мы сидели в зале, тогда, кстати, национальные отборы проходили очень интересно, это были, все смотрели телевидение. В понедельник и по пятницу был отбор, где участвовали по 10 исполнителей, и в конце выбирали одного. И она вышла на сцену в первый день, девчонка 15 лет, она пела песню Уитни Хьюстон «Queen of the Night». Я просто думаю, что я говорю, какой нужно иметь, знаете, не то чтобы быть какого себе мнения, а какой нужно быть смелой, чтобы выйти с такой песни. Она вышла, спела, я тогда уже поняла, что это девочка, у нее большое будущее, да, очень круто, молодец, она и проявила себя у нас в голосе, и в турецком голосе, и на Евровидении была. А да вы что? Да, конечно, в команде у Хадуся, Хадуся вы знаете, наверное. Вообще, конечно, знаю. Хадуся, кстати, выходит замуж за миллиардера. Да вы что, вообще настроение испортит? Вот видите как. Да я еще, зая, не могу, не могу развести с женой, никак не могу. Ничего, зачем вам разводиться, зачем вам лишние проблемы? Будем жить втроем с женой. Зачем вам лишние проблемы? Да, 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 вообще это сейчас очень популярно в Бакуа. Вы думаете? Конечно, что-то такого, да. Не знаю. Те же, жена, муж, любовь, нет. Да, 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 я что хочу сказать, что по поводу Сямре, я ставлю, я, конечно, никто зовут меня никак, я не музыкальный критик и так далее, но я ставлю Сямре пятерку с плюсом за смелость. То, что она делает сейчас, это не делает никто. Я не слушаю Сямре, я скажу честно, рэп это не мое совсем. Да. Но молодец, она выбрала свой путь, она идет, мне нравится. И еще можно, можно еще, еще один момент? Ну давайте, все. Еще я бы хотела бы рассказать про Диан Гаджи, Дихаш. Это ультрамодная певица, у нее своя аудитория, вот она, в отличие от очень многих молодежи, молодежи, как-то тавтологично все это получилось, она нашла свою аудиторию, и она делает, не прогнулась, и она делает, ну, в принципе, как и остальные, в принципе, как общая молодежь, она делает ту музыку, которую сочиняет сама, и у нее есть вот свое комьюнити, для которых она просто богиня музыкальная. Надо все это посмотреть. Да, обязательно послушайте. Если у кого много фоллоров, давайте позовем их на нашу программу. Конечно, позовите Самру, Самра Хахмачка, будет очень весело. Да вы не беспокойтесь, что вы не так хорошо говорите, как я, и делаете ошибки, ничего страшного, все равно мои поклонники, они смотрят не за того, что мы говорим, какие славички, они смотрят на мою красоту. Ну, это обсуждается. Вы тут уже разрекламировали всех и всяких, вы знаете, да, этих людей ходите на какие-то мероприятия и так далее. Шоу-бизнес после пандемии, вы сказали, что он умер, он воскрес или он все еще бьется в конвульсиях? Вы знаете, есть какой момент, что, к сожалению, пока еще конвульсии, потому что все, что было заработано, я, опять-таки, не считаю, чужие деньги ничего нет, и все, что было заработано до пандемии, было потрачено в период пандемии, сейчас зарабатывают, расплачиваются с долгами и так далее, и так далее, и очень мало кто вкладывает творчество, к сожалению. Да, конечно, мы все соскучились по концертам, но я не представляю себя сидящим на концерте, в маске, через сиденье, все, я буду ждать, когда все это закончится, тогда пойду на концерт какой-то, потому что это напрягает. Конечно, я когда сижу на концерте, я постоянно гадости говорю про того, кто выступает. Не может быть, мы же не такая вреднюшка. Как она потолстела, как она ужасно выглядит, вот да, а если ты сидишь там, как я буду кричать на весь зал, кайф пропадает. Да, ну вот конвульсии потихонечку успокаиваются, и все становится, возвращается на круги свои, я надеюсь, что не будет карантинов, я надеюсь, что все будет чики-пики, и все вернется. Пусть будет чики-пики. Как прежде. Пусть будет, да. Давайте немножко посплетничаем, да. Давайте, да. Что вы думаете про наших блогеров? Да, вы знаете, в какой момент, что вот я сейчас могу сразу сказать, что инстаграмщицы, блогерши сейчас ведут себя нам именно вот в поведении, я не говорю про контент ничего, многие возомнили себя Джей Ло, Один Казимовыми и остальными и так далее, но так нельзя, нужно немножечко ощущать землю под ногами, а не лететь. Да, лететь. Мы летим, мы порхаем. Кстати, да, недавно, я не знаю, вы подписаны на Мадонну или нет? Да, конечно, конечно. Отлично, я уверена, что она подписана на Массе тоже. Да, ну я ей каждый день пишу. Да, отлично. Она сделала очень хорошую публикацию, она поставила свой архивный снимок, я не помню, в каком году она приехала в Нью-Йорке, но это, наверное, был начал 80-х, ее сфотографировали, она стоит с чемоданом, черно-белый кадр, вот эта знаменитая улица в Нью-Йорке, я не помню, как она называется, но вы точно знаете Массе, да. Да, Массе, наверное. Наверное, да, она с чемоданом, в каком-то пальтишке, все, и она сделала просто приписка, что такой-то год, момент, когда не было Инстаграма, Твиттера и всего-всего остального. Все-таки то, что было до соцсетей, это была огромная работа. Конечно, да. Сейчас знаменитой можно просто стать, если попасть просто в кадр куда-то, эти фотобомбы, которые тогда, это просто, да, как бы так, но эту незнаменитость, эту популярность нужно удержать. Кто-то работает, вкладывает деньги над собой, и все-все, но очень много, я называю таких людей мыльные пузыри. Да, вот вы знаете, нам очень трудно, вот тот день, когда Инстаграм не работал, несколько часов, все пропало, все пропало. Вы не отдохнули? Нет, вы, о чем, вся моя популярность держится на этой моем пустом канале, да, что я там делаю, я ничего не делаю, у меня нет другой работы, понимаете, чтобы когда Инстаграм закрывается, чтобы я пошла, эту другую работу делала, вот так. Нет, ну знаете, есть какой момент, что, как бы для многих в Азербайджане Инстаграм стал работой, например, я бы очень бы выделил бы, предположим, да, вот когда мне спрашивают лучшая страница в мужском сегменте Инстаграма, я называю Равана Вагирова. Раван, он красавчик, мне нравится его контент, он делает то, что мне нравится, и у него шикарная страница, и вы заходите, очень стильно, очень круто, ярко, интересно. Ага, хорошо. Да, и что самое главное, я считаю, что блогеры, я не блогер, я сразу скажу, да, я просто, у меня страничка, я использую, да, я зарабатываю на Инстаграме, но я свою страницу все-таки больше ассоциирую лично для себя, как фотоальбом. Это мое воспоминание, да, 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 такой момент. Четыре человека. Генель Хархаглэ, мне очень нравится. Генель Хархаглэ, у него хорошая страница. Да, очень хорошая, мне очень нравится Лейла Багерли. Хорошо, да. Мне очень нравится Айнур Гузель, Айнур Гузель, шикарная страница. И, конечно же, About Nothing. Ну, само собой, да, я на вас подписался сразу, как увидел сториз у Ансары. Вот так. Сразу фоллоу, и мне было очень весело, очень забавно. Вы большая молодец. Да, я такая, я вот просто кайфовая девчуленька, которая ничего не может сделать, просто выставляет красотой всех берет. Красота не земная. А, вот я что хотел сказать. Один моментик по поводу Инстаграм-сообщества в Азербайджане. Время красивых картинок прошло. Это мое мнение, Мася, не обижайтесь. Да. Да, ну, время красивых картинок, вот эти все девочки, которые один момент оголялись, потом перестали оголяться и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, что все-таки даже и фэшн, и бьюти выходят потихонечку на второй план. Я считаю, что вот, надо больше спросить такое хорошее слово, файдалы. Вот Инстаграм-страница человека, который позиционирует себя блогером, который что-то несет в массы, она должна быть полезной. Она должна быть файдалы для читателя. Это не просто красивые картинки, сумочку купила там, макияж сделала там. Это ужасно. Вы только что нам ужасно и новое сообщили, весь мой Инстаграм на этом и держится. Товарищи, примите что-нибудь интересное. Это тоже нормально, в смысле, укажет своя аудитория. Но я подписан на странички, мне разные, есть много интересных девочек, на которых я слежу, и это интересно, очень круто. Но момент того, что что-то человек должен нести, помимо красоты, помимо всего остального, он должен нести что-то в массы. Вот то, что вы говорили про молодежь и так далее, чтобы родители и все остальные не говорили, чтобы человек стал примером. Ну хорошо. Господи, как мы все это будем делать? Надо будет нанять еще больше команды, чтобы они заумные вещи для меня придумывали. Ну, Зая, что Зая столько денег. Ну, Зая, он тоже много денег не дает. Говорит, вот столичка, отдачи нету, я ни копейки не заработала. Вот так происходит. Это, кстати, очень странно, что на Масе до сих пор не обратили внимание рекламодатели. Да? Ну, я думаю, что я слишком гениальна для рекламодателей. Думаете? Да, да. Масе, мне кажется, нахваталось этих словечек гениально, туда-сюда, пятое-десятое, и пытается их ставить куда угодно. Конечно. Нужно быть проще. Надо так делать, да? Вот вы учите немножко какие-то словечки, вставляешь их везде, и все. Это, кстати, многие так делают. Да. Как в шоу-бизнесе, поверьте, знаете, в шоу-бизнесе вы подойдите к любому человеку, в шоу-бизнесе скажите, ваша настольная книга, какую это скажет, как думаете? Нет, алхимик, алхимик. Да, ну вот видите, вы тоже представляете шоу-бизнеса, заострявшая в 1567 году. А что, это очень глубокая книга, очень глубокая. Да, и так все говорят, и никто ее не читал. Да. Я просто скажу, что Павла Куэлья не мой автор. Да. Просто не мой автор. Все, ну, к чему мы это говорили, да? Как бы хороший тон, это читать Павла Куэлья и Мураками. И каждые пять минут говорить когнитивный диссонанс. Да, 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 а Джоджо Моэс и Дарья Донцова, это просто вот так вот, хей. Ну, это глупости, у каждого свой вкус и все это. Следовать трендам неправильно, нужно следовать своему сердцу. Да, надо быть трендсеттером, это означает, что ты тренды делаешь. То есть, такой, как я. Да, задаешь тренды. Но, к сожалению, у нас нет таких людей. Да, да. Я есть, о чем вы говорите? Нет, 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 знаете, как он, что трендсеттер, что трендсеттер, это Карина Нигай. Ага, да. Карина Нигай, наверное, подписана, да. Я, опять-таки, знаете, в каком моменте, что я слежу за этой девочкой, мне нравится, что она делает. У нас такой персоны нет. Кто-то, что-то, где-то как-то мне нравится, но в целом, в целом, я не могу сказать, что вот филанкест трендсеттер, нет. Нет, нет. Во всем это боярит. Потому что у меня никто не обижается. Трендсеттера нет. Ой, да, кто нас посмотрит? Да, нет, но еще есть другой момент, что даже если такой человек у нас появится, единицы будут следовать за ним в плане того, что и будут говорить, что вот я увидела это там, и все, потому что в целом блогеры, блогерши и все остальное очень-таки немножечко, ну, немножко вот это вот пахалча есть. Да, пахалчужки. Да, пахалчужки. Ну, пахалчужки это вообще что-то, и во-вторых, у нас такой стадный менталитет, что мы боимся, а я говорю, ну, все одеваются вот так, я тоже должна так одеться, потому что, ну, понимаете, я оденусь как-то по-другому, и мне уже мои фонуры не лайкают ничего не делали. Нет, ну, знаете, если вы, наверное, ну, Масси же модница, и все туда-сюда, вы, наверное, знаете эту историю с сумкой-седло, по-моему, диоровская сумка. Да, конечно, конечно. Знаете историю? Нет, историю не знаю, вы знаете, да я такая сумка. Которую сумку разослали всем блогерам. О, Господи. И продажи упали из-за того, что все увидели, что у всех есть, и безусловно, чем я буду носить это тоже, да? Ну, конечно, конечно. Вот этот момент есть, то, что стадное чувство, нет, я считаю, что все-таки то, что модно, не всегда подходит человеку. Я, опять-таки, я не фэшн-эксперт ни в коем случае, чтобы меня никак не позиционировали, ничего нет. Ну, и ясно, да. Нужно иметь хороший вкус. Да. И одевать то, что удобно. Да, да. Вот у меня все совпадает. И тепло, в нашем возрасте главное одевать тепло. Одевать тепло, да. Не в моем возрасте, а в 20,5. У кого больше всего понтов? Кто больше всего понтов делает? Понтов? Наши мазер-вадянские. Блогеры, понты. Вы знаете, что мне сложно назвать кого-то конкретного, но есть люди, у которых есть ассистенты, директора и так далее, и так далее, и так далее. Как у меня. Да, мне это кажется не смешным, а я это просто не понимаю. Я, честно, это не понимаю, и я много раз пересекался на разных мероприятиях и так далее, и так далее, и так далее. Кто-то очень простой, а кто-то просто смотришь, думаешь, что ну так не да, так не да. Ну а мы должны так делать, потому что нас никто не ценит, и мы таким образом свой ценник показываем. Нет, 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 вот те прайсы, которые просят блогеры за участие в мероприятиях, за посты и так далее, и так далее, и так далее, говорят о том, что их очень ценят. Да. Но, но, вот эту всю рекламную среду сформировали рекламодатели. Да. Как бы понятно, спрос, спрос и так далее, все, но я не знаю, как бы такой истории, что, ну, за исключением, за очень этим исключением, чтобы именно вот какой-то блогер, предположим, поделился такой чашечкой, сказал, что чашечка в таком-то магазине, и эту чашку смели за день. Нету? Нету. Популяризировать, да, а на продаже, как сказывается, я, несложно говорить. Очень жалко, надеюсь, я буду этим блогером. Да, да, да. Я буду сказать, что вы пишете про и светскую жизнь, и про какие-то там пандемино-общественные вещи. Я люблю общение с людьми. Общение с людьми. Сейчас вам скажу, моя работа дала мне возможность познакомиться со всеми звездами, которые приезжают в Азербайджан, со всеми знаменитыми людьми. Это очень такое, да, вот, в ком-то я был очарован, в ком-то я был разочарован. Я люблю общение. Да. Вот это очень круто. Это тоже очень интересно. Например, расскажи историю, я никогда ее не забуду, когда я делаю интервью с Вахтангом Кикабидзе. Он приехал, перед концертом он с нами встретился, понятно, что это легенда и все. И как-то что-то мы болтали, как-то перед интервью, и он сказал очень интересную вещь, он говорит, знаете, молодой человек, раньше я думала, что джентльмен это тот, кто одевает костюм. Да. Он говорит, оказывается, не в костюме делай, и он вот так открылся, и это было очень здорово. Очень. Ну это один и одна история из тысячи, да. Как его словами сказать, в фильмах, где он участвовал, что, конечно, вот такая работа, вот таких людей видите. Масса смотрела фильмы с Вахтангом Кикабидзе. Ну, Мимино, конечно, да. Вы что, это мое детство. Это как бы один из случаев, да. Ой, это просто прелестно. Значит, больше всего вам нравится, когда вы вместе. Общение, да. Знаете, как у планеты, что вместе, да. Я вам расскажу историю. Я был на закрытой вечеринке Евровидения в 2012 году. Я делал большой материал для журнала Азербайджан Гадыны, который, кстати, мне очень жаль, что это закрылся, но я сделал огромный материал про Евровидение в Азербайджане. Там были 42 страны у нас участвовали, 42 комментария. Вечеринка была в Мариотте. Все были звезды там, все, которые участвовали в Евровидении. Все, мы делали съемку. И я смотрю, что женщина очень похожа на Арнелла Мутти. И? И из-за того, что я все время проводил на Евровидении, в пресс-центре, все остальное, я не знаю, что она приехала. У меня была текучка Евровидии. Я думаю, как женщина похожа на Арнелла Мутти. И потом на следующий день выходит новость о том, что она принимала участие в открытии какого-то бочка. Я себе простить не могу, что я не фотографировалась. И тогда не было даже селфи-камер. Да? Да, но у меня был с тобой профессиональный фотограф. Это был 2012 год. Господи, вообще архаичные времена какие-то. Да, что это было. У меня когда не было селфи, я такая молодая. Самый большой страх в вашей жизни? Самый большой страх, я скажу, наверное, может быть, ваши подписчики, зрители не поймут. Но я боюсь старости. Вы вас все поймут? Даже больше, чем смерти, честно. Старость для меня это, знаете, как у старости, я боюсь немощность старости. А, вот это, да? И вообще, вот это возрастление, старость и все остальное. Но вы не боитесь, что машины не покроете все-все-все-все-все? Да, конечно, может быть, в будущем я что-то сделаю. Сейчас, пока я не готов к этому. Вы ничего не делали? Нет. Вы уникальны? Я вам скажу, но здесь пойдет реклама. У меня все спрашивают, просто запикаете. Я покупаю три маски за шесть монатов в Мимисо. Да вы что? Опять пришли к нам люди с генетикой? Да, и делаю эти масочки такие просто увлажняющиеся. В неделю как бы раз, два, три. Это была реклама Мимисо? Вы можете поделиться денежками? Вы можете запикать, да? Глазь себе, возьму. Я им пошлю и скажу, пришлите деньги. Да, а так, знаете, есть какой момент, что касается пластики. Я за пластику двумя руками, кто что хочет, пусть сделает. Это должно быть в нормальной форме, нельзя переходить грани. У нас почему-то, если делать губы, губы получаются вареники, щеки, скулы, все это очень гипертрофировано, да? Но я придерживаюсь все-таки другого мнения, что стареть нужно красиво, да стареть еще нам далеко, Мася. Конечно, конечно. Я не помню, по-моему, это говорила Анна Маньяни, может быть, не Анна Маньяни, а та, которая играла в Ночи Кабири, я не помню, как ее зовут. Мася должна знать. Да. По-моему, Анна Маньяни говорила о том, что я дрожу каждой своей морщинкой, потому что это моя жизнь, да. Уфу, как неэстетично. Не, ну зачем, элементарно, когда очень смешно быть стареющим мальчиком. Да, ну вот смотрите, мне сейчас вот говорят, мушка, я говорю, спроси у него про эйджизм. Что такое эйджизм, я вообще не знаю. Сейчас я вам скажу, кстати, я вам советую посмотреть фильм про эйджизм, она сняла именно в формате фильма интервью Светы Бондарчук. Там Айдан Салахова участвовала одна из, да, одна из участниц была Айдан Салахова. Эйджизм, вот я говорю много про возраста, но я считаю, что грани, возрастные грани стерты в данный момент сейчас, и вот эта тенденция 50-м, новые 30, это очень круто, задала Джейло. Джейло, ну скажите, эйджизм, опять-таки он сохраняется и у нас, и вообще в целом в мире, и связано с работой, все хотят молодежь, и все такое, все. Ну, я считаю, что опыт приходит с возрастом. Вот, я хотела про это спросить, то вы согласны ли вы, что как только с женщиной, почему-то это эйджизм с женщиной больше, да, связано, что они, как только ты становишься немножко взрослее, то ты перестаешь, ты теряешь свою актуальность, и тебя уже не зовут на корпоративы, концерты, и все такое. Нет, это есть, это, конечно, есть, потому что, как бы это бы ни звучало, может быть, для кого-то обидно или что-то, но молодость всегда побеждает. Это что? Да, 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 да. Молодость всегда побеждает, это здорово. Но, но, если это касается шоу-бизнеса, это касается каких-то творческих профессий, все. Здесь в возрасте не играет какую-то определенную роль. Возьмите, далеко ходить не будем. Вы смотрите «Американская история ужасов»? У нее времени нет, я такая, это все. Ну, вот там как раз момент, да, 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 запишите обязательно. А как раз и момент по поводу эйджизма. Джессика Ланш, вы, наверное, знаете ее. Да, 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 да. Ее очень долго не снимали. Райан Мерфи, который режиссер этой антологии, он был ее большим поклонником, и он ее вернул на экран, несмотря на возраст, несмотря на морщинки, все-все-все-все-все остальное. И она стала вновь, она всегда была суперзвездой, но она вернулась, она вернулась в статусе дивы, но уже знаете, какой дивы, такой возрастной дивы. Ну, у нас этого нету, да, понимаете? Нет, ну, знаете, с какой момент. Мы все вынуждены вкалывать себя ботокс-литрами. Нет, но отношение к возрасту в Азербайджане очень уважительное, и это очень здорово. Да, мы говорим, что у нас нету, то есть у нас тех... Нет, единственное, конечно, есть, все пытаются как-то уколоть, что он в Гатаре гей-дэп, туда-сюда, 5-10, но не понимая, что вот этот Гатар, который говорит, что Гатаре гей-дэп, он уже превращается с опытом не просто в Гатар, а в локомотив, и он просто вот мы для специальной ротовской 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 мне всегда приносит заработок ну да да я вообще ни копейку не зарабатываю со всего этого только и трачу не на что обратно не знаю может быть вы мне поможете каким-то мне помогать контакт все спасибо большое клянусь и дорогие рекламодатели пожалуйста я поделюсь с вами клянусь даже здесь могла бы быть ваша реклама ваша реклама расскажу вы будете смеяться это не мечта это мое желание которая значит она существится вы знаете как он что я не мечтаю так что предложил ой я хочу чтобы у меня было ferrari и так далее так далее так далее зая вам все сделаем да как-то вот мечта все что все что мне хотелось в моей жизни все слава богу все складывается да у меня мечта не финансовая она не связана никак с деньгами там или что-то как-то я в принципе по большому счету да я и зарабатываю я трачу и все но я не меркантильный человек деньги как-то вот это не самоцель лично для меня опять и сделать интервью с ириной салтыковой да на москве она ей 56 уже 55 она выглядит потрясающе мы иногда переписываемся я могу показать самое страшное что может произойти в мире это конечно знаете когда конкурс когда вы когда не во всем мире тогда тогда может кто-то это так скажет но я не хочу чтобы болели дети вот этот момент это самое важное чудо мне не нужно ничего это самое главное чтобы дети не болели и все это я говорю о душе и не для того чтобы сказать ой так у нас и да да все-таки не не оперит не мастер если гостя мечте я хочу больше путешествовать больше увидеть потому что путешествие для меня это самый лучший источник морения страдали вы во время конечно у меня была депрессия с раз не сюда потому что мы работали онлайн и для меня находиться четырех стенах я я очень социальный человек адреса с его а социального человека но меня спасли сериалы и книги да все нормально все отлично все хорошо я поздравляю я вообще не понимаете людей которые радуются что они вернулись в офис у меня за и нет как у вас не нужны знаете с какому что иногда когда я вижу что-то превращается для людей сама цель деньги по большому счету это бумажки которые дают возможности но порой не нужно ничего чтобы быть счастливым как-то вот тогда у меня заклинило я вообще деньги равно счастье нет деньги это возможности но деньги это несчастье точнее большие деньги большие проблемы но это я так считаю ну а больших денег я никогда не отказываюсь у вас есть какой-нибудь проект что-нибудь на чем вы работаете что-то интересно что вы хотите да да конечно есть я хочу как и вы мася мы с вами будем конкурентами хочу делать youtube проект это проект сюда вот это вообще будет бомба сделать это проект просто пока вам может показаться странным но я пока не готов в каком плане готовят я думаю что я хочу идеальную картинку и так далее так далее так и будет моим первым героем и и вообще целом я вижу этот концепт но проблема в том что финансово пока я не могу потянуть так что масяга да 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 но плюс когда я обращаюсь кому-то говорю что вы так 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 не приходит такой проект такой сень что я нефтяная вышка но я не нефтяная вышка я не знаю я хочу делать это проект которому я уже я думаю что все-таки чистый над после 13 лет работы во всем этом я созрел я хочу делать и я надеюсь что я его ближайшем очень сделаю с вами где вы сейчас выберете у меня интервью я хочу посмотреть уже в этот проект умираю давайте найдем какие-нибудь сонсоров да это может быть кто-то посмотрит может быть какой-то зая зайка или кто-то посмотрит увидит скажет что окей и пошли мне конвертик давайте запустим эту идею в космос космос и когда вы будете делать свой первый проект выпуск пилотный вы скажете в этот момент покажем что как мы пустили давай космос это жила как это отпускают так вот так я хочу чтобы мой проект начался и он начнется деньги идите ко мне о это очень много это какая-то афирмация непонятная какая-то да я вербализирую свое желание послала в космос и надеюсь что все скоро сбудется вербализировать от слова вербах 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 и подумает что наши зрители подумают что это так ну хорошо окей как ужасно что у меня нету много времени поговорить еще куча вопросика всего но мы должны заканчивать у вас что такое вы хотели бы мы затронули мы не затронули мать знаете как и может мне все понравилось это очень здорово это очень хорошо а напоследок мне хотелось бы сказать опять таки это будет как на конкурс красоты когда вы выходите и выпустили говорят что мир во всем мире и так далее так далее да мне просто хочется чтобы люди стали немножко добрее а я да это веду мы говорили про метро а я каждое утро на работу езжу на четырнадцатом на четырнадцатом автобусе баку бас такого никогда не было раньше люди стали очень злые я не могу я не знаю чем это связано все на это станет же какие-то скандалы и все такое вот какие-то непонятные эти агрессия и вот чтобы ты агрессии стало меньше и я думаю что способствовать этому может могут быть такие пути на люди как вы как-то частично пусть один процент но если вы как вы сможете снизить эту агрессию кому-то передать позитивный вайп это будет шикарно так что спасибо вам я надеюсь что это так и будет потому что этот негатив весь еще и выносится на интернет и это вообще да это все это цепочка эта цепочка которая просто вот последующий последний идет и приводит потом к необъяснимым последствиям иногда к сожалению я думаю что нам нужно разнообразить концовку нашей передачи какао мы можем сказать жасниновый чай да 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 жасниновый чай